Педиатры и терапевты, хирурги и энстезиологи, травматологи и офтальмологи. Сегодня они в центре внимания. Спасать людей для них дело всей жизни. И сегодня, когда медицинская сфера перешла из муниципального в областное подчинение, праздник стал хорошим поводом для благотворной встречи руководителями от учреждений и города. Прошедший год не был простым для системы здравоохранения города. Многое изменилось в вашей работе. Через многое пришлось пройти и вам, и нам. Весь год мы совместно буквально рука в руку решали поставленные руководством области задачи. Время покажет, как мы справились. Люди дадут оценку нашим совместным действиям. Но как бы не изменилась структура здравоохранения, а это происходило не раз, и возможно еще не раз произойдет. Как бы не устраивались взаимоотношения руководства города и учреждений здравоохранения, задачи, поставленные перед нами жизнью и людьми, остаются. Как сказал президент страны Владимир Владимирович Путин, смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. И несмотря на перемены в системе здравоохранения, проблемы и главная задача – работать на благо горожан – остались общими. В этом полугодии мы уже открыли новую скорую помощь, отделение скорой помощи, это все знают. И это будет расширяться тема. Мы открыли филиал института травматологии. Это даст возможность молодым специалистам заниматься наукой. И каждый день улучшается качество лечения. В отторжавственном приеме медицинским работникам вручили почетные грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки. Также объявили итоги регионального конкурса «Лучший врач года». За победу боролись 64 врача разных специальностей. Диплом первой степени в номинации «Лучший акушер-гинеколог» завоевала Наталья Вячеславовна Яковлева, заведующая отделением гинекологии областного клинического центра охраны здоровья шахтеров. В 2016-м доктор Яковлева заняла и третье место на всероссийском конкурсе врачей. Стать доктором Наталья решила еще в детстве, в какой-то степени воплотив жизнь мечту отца – профессионального военного. Я хотела, чтобы заниматься оперативной деятельностью, а хирург – это больше мужское дело. А так как гинекология сочетается одновременно, и лечебный фактор, и оперативная деятельность очень широко, особенно у нас в отделении сейчас, мы занимаемся чисто оперативной хирургией. Я поэтому выбрала акушерство с гинекологией. С момента открытия отделения она внедряет в его работу самые передовые технологии. Наработана богатая медицинская база. Это и высокоточное оборудование, и высококлассные специалисты. Здесь берутся за самых сложных пациенток. А на протяжении последних шести лет врачи отделения проводят высокотехнологичные операции, в том числе и по квотам. Стараемся проводить все оперативные вмешательства с малоинвазивным доступом, с эндоскопическим доступом, и сохранить орган, чтобы в дальнейшем женщина могла свою репродуктивную функцию проявить. Поэтому это основной принцип нашего отделения – органно-сохраняющий подход и малоинвазивные методы лечения. После таких операций очень многие пациентки становятся мамами. В течение уже 20 лет мы снимаем с лечением бесплодия. И, конечно, вот тех женщин, которых мы прооперировали, и они после этого забеременели, мы считаем, что это наши родные дети, потому что мы потом и кладем их на лечение, вынашиваем беременность, тут в малых сроках, правда, в гинекологическом отделении. Поэтому, ну, это, ну, мне кажется, уже около тысячи человек за 20 лет, это уже около тысячи человек, это вот те, которых мы оперировали. Обычно врачи все делают для людей, для пациентов. Сегодня же наоборот, для них звучат песни, исполняются танцы и произносятся теплые слова поздравления. Ведь позитивные эмоции и своевременное выражение благодарности – отличный способ терапии, который показан всем без исключения.